Кешарк, Курметео Тандастар, добрый вечер, уважаемые соотечники. Я сегодня хочу привести ряд примеров и провести пример, извините, провести эфир на предмет политического преследования гражданских активистов нашей страны. Дело в том, что нынешняя политическая система использует разные обвинения, но на самом деле суть в них простая. Суть в том, что эта политическая власть не дает возможность людям свободно выражать свое мнение, свободно говорить, свободно писать, участвовать в разных акциях, митингах, протестах и все прочее. Даже с пустым плакатом выйти, это является преступлением. Даже выйти с голубыми шарами, это тоже является преступлением. При этом мы все должны понимать, что в существующем законодательстве нет никаких норм, которые бы позволили принимать судебные решения, преследующие за вот такие действия. При этом вы, наверное, можете обратить внимание, что если какой-то человек, по мнению полиции, им кажется, что он причастен к политическому движению и демократическим выборам Казахстана, если этот человек появляется с синими шарами, то эта власть начинает такого человека преследовать, обвинять в различных преступлениях, причастности якобы к экстремистской организации, апеллировать судебным решением Исильского суда города Астаны. При этом это решение официально не опубликовано ни Генеральной прокуратурой, ни судебной системой. То есть фактически судят людей и преследуют за некое решение мифического суда. И непонятно за что, потому что всем общеизвестно, что программы демократического выбора Казахстана, они очень мирные, и программа политических и экономических реформ публично опубликована. Более того, Европейский парламент признал демократический выбор Казахстана мирной политической организацией, оппозиционной мирной политической организацией. 6 июля в нашей стране планируется организация масштабного митинга. Собственно, режим Назарбаева очень сильно напуган, и думать, что различными репрессиями можно остановить то недовольство, которое формировалось годами, пока Назарбаев находился у власти. Но опыт прошлого года этого показывает, что чем сильнее этот режим закручивает гайки, чем больше этот режим преследует людей, протест только нарастает. Если в прошлом году на митингах по призыву демократического выбора Казахстана выходили сотни, то сейчас уже выходят тысячи. При этом в прошлом году режим Назарбаева посадил на несколько лет Аблаваса Джумаева, который просто 10 марта шел с голубыми шарами. И его обвинили, что якобы он участник экстремистской организации. Подкинули разные листовки, поддельные, где были призывы к насилию. Притом все эти факты просто зафиксированы на видео. Известны имена этих людей, фамилии. Это работники Комитета национальной безопасности. Таким же образом были посажены в тюрьму Асет Абишев и другие. Но давайте посмотрим итог. Хорошо, режим это сделал. Режим посадил в тюрьму ряд граждан, которые выражали свой протест. Режим весь прошлый год пытался посадить Айгуляк Берды, мать четверых детей. Но что в итоге добился режим? Протест настроений только усилилась. Наш народ просто убедился дополнительно, что это преступный античеловеческий режим. И, собственно, за год произошли гигантские изменения благодаря действиям власти. Благодаря тому, что эта власть показала, обнажила себя полностью, преследовала мать четверых детей, пытаясь ее посадить на пять лет. Но надо отдать должное судьям города Актал, которые отказались выполнить указание члена Верховного суда, по сути, Назарбаева, который требовал посадить ее на пять лет. Что сейчас происходит? Сейчас, в преддверии митинга 6 июля, нынешняя власть делает те же самые ошибки. То есть, эта власть неисправима. Выводы может делать наш народ, если у кого-то было настроение, что вот изменится эта власть эволюционным путем, что постепенно, мягко, даже не слушая наши аргументы, что за 30 лет власть только отобрала все наши права, посадила людей в тюрьмы, убивала своих оппонентов, даже в этих условиях, те, кто считал, что власть может эволюционировать последними своими задержаниями, арестами, особенно матерей, матерей-одиночек, у которых остались за стенами тюрем по двое-трое детей, остались без поддержки, это просто дополнительные, еще раз подтверждает, что режим бесчеловечный. Вчера и сегодня задержали ряд граждан, которых власть подозревает причастности, на их взгляд, запрещенной организацией демократический выбор Казахстана. Вот, например, задержали Гульжипу Джилкеру, у которой двое детей, один из которых маленький, требует особого ухода, и она мать-одиночка, жила на съемной квартире, и, собственно, подошел период оплаты 65 тысяч тенге за аренду квартиры. Ее уволили за ее активную позицию и посадили на два месяца по домашний арест. Вот представьте себе, что ее теперь решением судей и постановление, чтобы ее посадить в тюрьму, выписала Толганай Ержанова. Это следователь МВД, известный очень, я сейчас к ней вернусь. Посадили ее на два месяца в тюрьму. Собственно, дети остались ее без какой-либо поддержки, без способности самостоятельно вести ежедневную свою жизнь, потому что дети маленькие. И получается, что сделало государство в лице Комитета национальной безопасности, МВД? Они просто оторвали мать, которая и так сидела дома под домашним арестом и просто решили ее посадить в тюрьму. И вопрос, кто будет помогать детям? Государство. Мы понимаем, что государству в лице Назарбаева и его приближенных, как, например, представитель Комитета национальной безопасности Карим Масимов, как Ержанова Толганай, следователь, как министру внутренних дел тоже абсолютно все равно. Теперь посмотрите, что сделала эта власть еще. Оксана Шевчук. Она была тоже задержана, под домашним арестом находилась. Решение судей было домашним арестом на 2 месяца. У нее грудной ребенок 8 месяцев. И ее решением суда на основании еще постановления следователя Толганаевой, Ержановой, тоже посадили в тюрьму на 2 месяца. Вопрос, а как быть с 8-месячным ребенком? Или возьмем третий случай. Жезера Дюмаева. У нее трое детей, они все малолетние. Она мать-одиночка. Ее тоже посадили на 2 месяца в тюрьму. При этом она находилась под домашним арестом. В чем смысл всего это был, если эти женщины не могли участвовать в митингах 6 июля? Смысл был очень простой. Смысл был в том, что этот режим хочет устрашить людей, при этом вызывая обратную реакцию. Гнев и ненависть. Гнев и понимание, что этот режим не имеет права на существование. Гнев к тем, кто принимал такого рода решения. Еще обратите внимание, что этих женщин, и там еще несколько человек, задержали на основе так называемого предположения следователя. Суть предположения заключается в следующем, что 6 июля оказывается по призыву к демократическому выбору Казахстана пройдут несанкционированные митинги в нашей стране. И вот эти женщины на взгляд полиции и Комитета национальной безопасности якобы расклеивали листовки с призывом прийти на митинг. И оказывается в связи с этим могут возникнуть беспорядки, которые угрожают безопасности жителей Алматы. Вы вдумаетесь предположения следователей, а как быть с теми митингами, которые эта власть организовала в Алматы, в Астане и где правоохранительные органы, почему там эти митинги по мнению власти не могли привести к каким-то беспорядкам. Ну, конечно же, они могли по мнению власти, и поэтому в этих городах недалеко от мест прохождения митинга были стянуты большие подразделения полиции. И вот представьте себе, что вот по такого рода предположениям эти женщины посажены в тюрьму сроком на два месяца. Вот, собственно, что делает власть. То есть, митинги, которые она проводит сама, это не является угрозой обществу никакой, а эти женщины в связи с тем, что на их взгляд распространяли листовки с призывом участвовать в такого рода митингах, оказывается, это может привести к беспорядкам. Более того, эти женщины находились под домашним арестом со своими детьми, они никуда не могли покидать свое жилище. И что сделала полиция? Им подбросили листовки, им подбросили шашки синие и все прочее, якобы, когда был ночной обыск, и помимо того, что обвинили, что они якобы распространяли листовки, а что за листовки? Вполне безобидные, с призывом прийти на митинг 6 июля. Даже если бы это были их листовки, а в чем суть преступления? Они что, какие-то террористы? Почему люди не могут призвать прийти на митинг? Уважаемые друзья, я хотел бы обратить ваше внимание, что все эти преступные приказы безусловно идут по указанию Нурсултана Назарбаева и конечно же нынешнего так президента Хасмжимар Тухаева. И оператором всех этих приказов решений является председатель комитета национальной безопасности Карим Масимов и конечно же его исполнителем является Министерство внутренних дел. Но на самом деле пример Ахтау показывает, когда вышестоящие лица выдают незаконные и очевидно, что умные указания, извините, устные указания, устные указания, не письменные. Комитет национальной безопасности, что называется, дергает за ниточки Министерства внутренних дел, полиция выполняет грязную ту самую работу, которая нужна этой власти, и все это конечно происходит устно. Так вот, эти устные приказания выполняют такие следователи отморозки вроде Толганай Ержановой. Молодая симпатичная женщина в должности звания майора, в должности следователя, именно она является исполнителем расправ над теми гражданами, которые выражают свое мнение, свою позицию, и именно ее руками сажает этих людей в тюрьмы, именно ее руками избивает, питает людей. В этой связи я хотел бы изложить свою позицию, что будет делать временное правительство демократического выбора Казахстана, и новое правительство, которое обязательно придет в ближайшее время после смены режима Нурсултана Назарбаева. Я хотел бы здесь сразу опровергнуть возможные аргументы таких следователей, неважно в каком они звании, на какой должности, они безусловно будут говорить, что мы исполняли приказы, мы подчиняемся приказам, это полная ерунда. Все эти люди подчиняются не приказам, они подчиняются законом. Любые приказы, которые противоречат закону, они не должны исполняться, и существующие законы об этом прямо и говорят. Тем не менее, эти люди живут, работая в сфере устных указаний и прямо нарушают даже действующее законодательство, которое фактически запрещает преследовать женщин, у которых несколько детей, тем более они несовершеннолетние. Ну и самое главное, все эти следователи, судьи прекрасно понимают, что идет политическое преследование, преследование за инакомыслие, за убеждение. Я хочу привести пример судей Вахтал, которые отказались исполнять эти преступные указания, и Айгуля Берды не была осуждена, дело было возвращено на доследование. Ясно, что любое объективное расследование, если оно будет проведено, покажет, что подделкой фальшивых листовок, с призывами к насилию и все прочее занимались конкретные лица, их фотографии, имена, видео, сам факт вброса все уже есть, стоит в открытой сети. Но факт остается фактом, судьи отказались исполнить приказ сверху и Айгуль на свободе. Дело в том, что ни Карим Масимов, ни Назарбаев сами же не могут арестовать, они дают только устные указания. И вот такие псы режима вроде Толгана Ержановой, они просто бегут и исполняют заведомо знают, что это преступные приказы, они нарушают даже действующее законодательство, даже те законы, которые приняты Нурсултаном Назарбаевым. Но судьи же в Актау этого не сделали, поэтому оговорки о том, что мы исполняли какие-то приказы преступные, мы просто офицеры, конечно, не будут приняты. Я в свое время озвучивал, что правительство демократического выбора Казахстана будет преследовать приблизительно 200 человек, которые причастны к масштабному преступлению, а именно обворовыванию страны, узурпации и политической власти. Это сам Нурсултан Назарбаев, его ближайшее окружение, его родственников. Их не более 200 человек. Почему мы эту позицию озвучивали? Мы должны строить новую страну, мы не должны устраивать охоту за ведьмами. Я озвучивал, что Нурсултан Назарбаев у власти 30 лет, за эти 30 лет он коррупировал практически всю страну. Так или иначе многие наши граждане давали взятки, так или иначе они участвовали в коррупционных так называемых преступлениях, потому что весь режим разложил страну ну 30 лет это фактически считайте, что нет людей, которые так или иначе нарушали законы страны. И поэтому здесь надо поступить очень просто, выбрать главных виновников того, что произошло в нашей стране, это приблизительно около 200 человек, и их нужно наказать, посадить на длительные сроки в тюрьму, конфисковать ворованные имущества и не устраивать охоту за ведьмами. Но теперь давайте мы поговорим о другом. Есть же за списком этих 200 человек, те люди, которые исполняли и исполняют преступные приказы. Еще несколько месяцев назад наверное эти следователи, судьи, работники правоохранительных органов, наверное бы с иронией, с насмешкой сказали бы по поводу того, что ответственности перед ними обязательно будет, ответственность за преступления и что спрос не будет, наверное они несколько месяцев назад говорили бы с иронией. Но я не думаю, что сейчас они настроены иронично. Вы сами видите, как власть после 9 июня смертельно напугана. Смертельно напугана она и сейчас перед митингами 6 июля. Поэтому я хочу предостеречь следователей, судьи, работников правоохранительных органов, полицейских предостеречь от опасного шага. Я хочу сказать, что список 200 это список политической верхушки. Он не касается исполнителей таких, как Толгана Ержанова и других. И сразу хочу сказать, что Толгана Ержанова она уже стоит в списке тех, кого правительство демократические выборы Казахстана будет преследовать и накажет. Безусловно. Наказание будет не просто административное, лишение прав, погон и все прочее. Ответственность будет прямо уголовная. это касается и судей. Нынешних судей, которые принимают преступные решения, заведомо зная, что идет политическое преследование наших граждан. И не спасет их ни мантия, ни ссылка, что им позвонил по телефону председатель Верховного Суда или их вышестоящий начальник. Я хочу вас предостеречь, предостеречь судьи и работники правых органов, что ответственность безусловно наступит. Безусловно. Вы можете попытаться уехать, все прочее, но вы не сможете долго прожить за пределами страны, как думает сможет сделать Нурсултан Назарбаев, который обладает состоянием 200 миллиардов долларов. У вас таких денег все равно нет. Поэтому я хочу просто предостеречь и сказать ответственность не за горами. Уважаемые друзья, 6 июля мы призываем вас выйти на общенародный освободительный протест в Остандык. Вы прекрасно видите, что действующий режим непрерывно обманывает. Совсем недавно Хасмжимар Тухаев объявил о якобы списании кредитов. Вы все сейчас поняли, что это очередной обман. Когда Тухаев говорит, что он будет придерживаться курса Нурсултана Назарбаева, будет продолжать развивать, то есть вы должны для себя понять, что 30 лет Нурсултан Назарбаев фактически убивал нашу страну, и Хасмжимар Тухаев просто продолжатель этого курса. И соответственно вы понимаете, что вот эти все аресты и запугивания они не прекратятся. Маховик репрессии они будут постоянно развивать и продолжать. Наша задача кардинальная добиться смены режима, арестовать политическую верхушку и привлечь к ответственности всех тех, кто выполнял их преступные указания. 6 июля в 19 часов по всей стране мы призываем вас выйти на митинги и в конце концов прекратить этот беспредел мафиозной власти. Алга, Казахстан!